Всегда козырнуть каким-нибудь словом, которое вам может быть не очень хорошо знакомо. Мне, впрочем, тоже. Но я-то его узнал немножко раньше. Итак, тромплей. Обман зрения, имитация материалов и имитация предметов. Это все разновидности визуальной иллюзии. Около 700 предметов из коллекции Государственного Эрмитажа демонстрируют разновидности этих иллюзий на выставке «Не верь глазам своим. Обманки в искусстве». Например, футляры для хранения слепков, пресс-папье, коробочки, кошельки и табакерки в виде книг, альбомов и многого другого. Все это изучала Ксения Иванова. В манеже Малого Эрмитажа собрали сразу все. Карандашный рисунок на молочном стекле, знаменитое полотно Рембрандта на шпалере, картину Геррита Дау «Учитель» в виде литографии, а еще серебряные скульптуры, в которых нет ни грамма серебра. Такого количества обмана Эрмитаж еще не видел. Такие картины обычно использовались в качестве досюду портов, то есть они висели над дверью достаточно высоко и создавали иллюзию липного рельефа. До сих пор в Голландии можно встретить в домах, в особняках, в музеях, и они имитируют сразу три материала – дерево, металл и рельеф. И что мне особенно нравится вот в этих рельефах, как видите, здесь показан не просто лепной рельеф, а лепной рельеф, покрытый пылью. Обманки – это предметы, которые создают иллюзию объема, размера, качества или имитируют материалы, предметы и даже людей. На картине-стене подвешена убитая дичь. Кажущиеся бронзовыми статуэтки на самом деле сделаны из дерева. Аппетитные фрукты и овощи на столе – изящная дорогая посуда. Дело в том, что все вот эти предметы, они рассчитаны на слабое освещение. Ведь в 19-18 веке не было сильного освещения, были свечи. И в темноте или при неярком свете вот такая салфеточка могла быть воспринята как настоящая ткань, и ее бы кто-нибудь попытался, ну, если не снять этого блюда, то хотя бы расправить ее бахраму. Изобретая выставку, кураторы придумали несколько помещений, в которых можно было бы обмануться. Деревенская изба, художественная галерея, кабинет библиотека. Эти дверцы, которые сейчас относятся к шкафам, на самом деле первоначально не были дверцы шкафа. Это были двери одной из библиотек Зимнего дворца. И вы проходили вокруг шкафов. И могли открывать шкафы, брать книги. И вдруг вам встречалась вот такая створка. Вы ее открывали, неожиданно оказывались в коридоре или в соседнем помещении. Выглядит она как деревянная доска, на которой... Ну да, это есть деревянная доска. Это не деревянная доска, это холст масла. Она изображает деревянную доску. Это картина, холст, масляная роспись, которая имитирует деревянную доску. Искусство обманки родилось еще в эпоху античности. Художники создавали скульптурные формы, которые подражали природе и натуре, возвеличивая человека. А искусство эпохи Возрождения добавило возможностей обманкам, открыв идею перспективы и трехмерности. В самой обманке заложен определенный сценарий поведения. Обманка, она чаще всего разыгрывает. И когда мы с вами видим обманку, мы должны сначала принять ее за настоящий предмет. Потом или сами догадаться, или нам кто-то должен подсказать, в чем обман. После чего мы должны удивиться и восхититься мастерству художника, художника, который создал столь совершенное произведение, которое создает для нас вот такую вот иллюзию. Обманка не подделка. Она предполагает разоблачение и радость от этого разоблачения. Она лишь вовлекает зрителя в игру. Ведь обмануть того нетрудно, кто сам обманываться рад. Кстати, если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим, это слова.